Компании из Казахстана попали в санкционный список Евросоюза. Здесь нужно отметить, что в 13 пакет индивидуальных и экономических антироссийских санкций вошли юридические лица, зарегистрированные в Казахстане. Официальный пресс-релиз об этом был опубликован в пятницу, 23 февраля. Эти компании в ЕС назвали ответственными за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Ранее Центр по исследованию коррупции и организованной преступности. Это такое мировое сообщество, СМИ, занимающиеся журналистскими расследованиями. Так вот, они опубликовали схему того, как компании из Казахстана якобы поставляют в Россию оборудование для армии. В ближайшие полчаса честно о главных событиях в эфире из Астаны. Для вас работает команда программы «Мир. Итоги» и мы, Мелина Вавулиде. И Руслан Идрисов. И вот главные темы выпуска. Уйти по-армянски. Есть легитимацию на тесну мая Майястане, Мичазгайно-Оренч, она же ватт сахмани мяч. Ереван приостановил членство в ОДКБ. Почему? Расскажем. Арифметика войны. Снимайте сюда. Украине, хлопцы, бежите, бежите, молодцы. Два года назад Россия вторглась в Украину. Тысячи погибших и беженцев. О цифрах сегодня. В поисках пропитания. Всемирная продовольственная программа ООН прекратила поставки продуктов в северную часть сектора газа. Лихорадка корейской медицины. Медработники Южной Кореи перестали выходить на работу. Как это отразилось на системе здравоохранения этой страны и как может ударить по казахстанцам. Сегодня, 24 февраля, исполняется два года с начала войны России в Украине. По последним данным ООН, опубликованным в ноябре прошлого года, с начала военных действий с обеих сторон погибли более 10 тысяч мирных жителей. Более 18 тысяч получили ранения. В гуманитарной помощи на сегодня нуждается около 15 миллионов населения Украины. Больше трех миллионов людей живут в зонах активных боевых действий, отмечается в докладе организации. За это время характер военных действий и прогнозы относительно их развития менялись кардинально. Если после первой годовщины войны ВСУ готовились к контрнаступлению и ждали поставок тяжелого вооружения США и Европы, то сегодня война окончательно перешла в состояние позиционное, когда ни одна из сторон не может добиться существенного прогресса в наступлении. Эксперты описывают нынешнее положение как войну на истощение без заметных изменений фронта. Изменений при этом много в экономическом блоке, конечно же, негативных. По свежему прогнозу Института мировой экономики в Киеве, до 2026 года Украина потеряет в сфере ВВП 120 миллиардов долларов, а также лишится средств производства, таких как оборудование машины и фабрики, почти на 1 триллион долларов. Российская экономика, хоть и не демонстрирует спад ВВП, по прогнозам экономистов, рискует перегреться по причине роста спроса, который не сможет удовлетворить бизнес из-за нехватки сотрудников и производственных мощностей. Несут убытки и третьи страны – союзники, поставляющие Украине помощь. «Мы отчаянно нуждаемся в справедливом и прочном мире для Украины, России и всего международного сообщества», заявил недавно генсек ООН в ходе Мюнхенской конференции, отмечая, что речь идет о мире, где уважается территориальная целостность суверенных государств. Но за стол переговоров стороны садиться не собираются. Завтра начнется третий год российско-украинской эскалации. Возможен ли спорт вне политики? Президент России считает, что да. Такое заявление он сделал во время открытия «Игр будущего» в Казани на уходящей неделе. Столицу Татарстана посетил и Касым Жумарт Токаев. Сами игры – это яркое, красочное событие, куда съехались спортсмены из 107 стран. Ну, по крайней мере, такую цифру озвучили в Москве. Посетили мероприятия и первые лица других стран Центральной Азии и Беларуси. Были даже представители «Талибана». К слову, это первая встреча президента в 2024 году. В европейских СМИ пишут, что после вторжения в Украину Россию отстранили от участия в большинстве международных спортивных соревнований. Поэтому появилась вот такая альтернатива. «Игры будущего» – это такой вот уникальный формат, симбиоз IT-интеллекта в сочетании со спортом. Проще говоря, это когда спортсмен вроде как едет на велостимуляторе, но по компьютерной дорожке. Выходит, он физически все-таки работает, но действия происходят в виртуальном мире. Впрочем, лучше один раз увидеть наш политический обозреватель Жанна Алпызбаева. Готова показать и рассказать более детально об этом событии. Жанн, добрый вечер, тебе слово. Спасибо, коллеги. Увидеть я все это хотела бы и сама лично, но, к сожалению, удовольствуюсь видеорядом. Примерно так выглядели спортплощадки. Для проведения игр будущего было выбрано несколько локаций. От Казанского цирка до Татнефть-арены. Церемония открытия прошла в Казани-экспо. Там же состоится и закрытие игр. Что же такое фиджитал-спорт? Фиджитал-смесь двух английских слов – физикал и диджитал. То есть физический и цифровой. Турнир, который придумали в России, проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта. Призовой фонд составляет 10 миллионов долларов, ни много ни мало. Эти деньги разделят между чемпионами в 21 инновационной дисциплине, которые разбиты на 5 вызовов. В преддверии игр будущего Владимир Путин встречал в Казани своих коллег – президентов Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Успевал провести и двусторонние встречи. Вот, например, с Касым Жумартом Тукаевым. Это наша первая встреча в новом году, Владимир Владимирович. Все мы в ожидании президентских выборов, которые состоятся 17 марта в России. Каких-либо сомнений в конечном результате, естественно, нет. Потому что Россия под вашим авторитетным руководством достигает заметных, впечатляющих успехов. По сути дела, вы своими заявлениями, действиями формируете глобальную повестку дня. Российская экономика, несмотря на очень сложные условия, достигла больших успехов. 3,5% – это впечатляющее. А это уже сама церемония открытия. По словам Владимира Путина, идея объединить классический и киберспорт была рождена в России. Политика не должна быть препятствием для спорта. Игры будущего – это свобода от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов. Уверен, на площадках игр будет царить подлинный спорт. В подтверждении своих слов на ложе рядом с собой и другими президентами Путин посадил фигуристку Камилу Валиеву. Напомним, в конце января спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Таким образом, вероятно, глава Российской Федерации хочет показать, что Россия игнорирует международные претензии и не только к своим спортсменам. Кстати, сам формат открытия был довольно интересным. Владимир Путин предложил каждому президенту высказаться и поприветствовать участников. Касым Жомарт Фтокаев, в свою очередь, предложил провести такие же игры в следующем году в Казахстане. А Шавкат Мерзиоев предложил перехватить эстафету после Казахстана. Я благодарю уважаемого Владимира Владимировича за проведение этих игр. Это уникальные игры, которые не имеют аналогов, возможно, в современном мире. Я всем желаю успехов. Келес воин. Казахстан даует кюзик. Давайте проведем следующие игры в Казахстане. В обществе отмечают, что это один из немногих случаев, когда президент Казахстана говорит в России на казахском языке. Мол, не случайно. К слову, каждый из выступивших глав государств пореветствовал всех гостей на родном языке. Возможно, так центрально-азиатская пятерка хочет показать в столице тюркского мира Казани, свое единство и приверженность держаться вместе. А идея Путина организовать игры именно там, как показатель, что он с тюркским миром контакты держит, как прежде, и что роль России как политического игрока в регионе такая же. А усиливает эффект большое спортивное состязание вкупе с искусственным интеллектом. Игроки и команды из Казахстана в этот раз будут претендовать на награды в 13 дисциплинах. Всего в играх будущего примут участие 48 представителей нашей страны. В программу игр включены гибридные спортивные состязания в классических видах спорта и их цифровых аналогах по 21 дисциплине. Идея провести международные соревнования, как мы уже говорили, принадлежит Владимиру Путину. В мае 2023 года он поручил правительству организовать всероссийский киберспортивный турнир. Национальный институт развития коммуникации России включил Казахстан в число дружественных стран в феврале 2023 года. После начала войны Международный Олимпийский комитет и Международный Паралимпийский комитет отстранили Россию и Беларусь от участия в спортивных соревнованиях. Несмотря на присутствие делегаций из России и Беларуси на Паралимпийских играх, которые стартовали в Пекине в марте 2022 года, в соревнованиях они участия не принимали. После этого ограничения власти России и Беларуси начали организовывать свои соревнования. Изъявили желание участвовать в турнире представители 107 стран мира. В их числе есть даже участники из Великобритании и США, отмечают СМИ. Коллеги, у меня на этом все. Жанна, ну спасибо за интересный обзор. Мы напомним, это была Жанна Алпазбаева с авторским обзором на высшем уровне. Мы продолжим выпуск. О ДКБ становится меньше. На этой неделе Армения заявила о приостановлении своего членства в организации договора о коллективной безопасности. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что организация не выполняла своих функций по отношению к стране. Руслан, при чем заявление? Это Пашинян сделал в интервью телеканалу Франц24. Отвечая на вопрос французского журналиста о планах вывести Армению из ОДКБ, где, как он подчеркнул, доминирует Москва, Пашинян заявил, что в отношении Армении ОДКБ не выполнила своих задач. Договор о коллективной безопасности, по нашему мнению, не был выполнен в отношении Армении, в особенности в 2021-2022 годах. Это не могло остаться без нашего внимания. Мы приостановили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше. При этом во время интервью Пашинян заявил, что Ереван не рассматривает вопрос о выводе российской военной базы с территории республики. Речь идет о базе, которая находится в городе Гюмри. Как заявил премьер-министр Армении, военные расквартированы вне договора коллективной безопасности. На слова армянского коллеги отреагировали и в секретариате ОДКБ, заявив о том, что о планах Еревана не знали, никаких официальных писем со стороны этой страны не получали и не поступало. Ну вот, возможно, речь идет о неучастии в мероприятиях организации. При этом там подтвердили, что никаких заявлений от официального Еревана, напомню, о приостановке членства в секретариат ОДКБ не поступало. А я напомню, что это не первый подобный демарш армянского премьер-министра. В ноябре 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать декларацию по итогам саммита организации договора о коллективной безопасности, а также документ о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Свой отказ он объяснил тем, что отсутствовала ОДКБ четкая политическая оценка агрессии Азербайджана против территориальной целостности Армении. Ну вот в этом же интервью французскому телеканалу Никол Пашинян не исключил, что Азербайджан готовит новое нападение на республику. Что будет с ОДКБ, если Армения решит окончательно порвать связи? Как отмечают эксперты, принципиально никаких изменений в работе организации не произойдет. Армения и ранее, отказываясь от участия в работе и ключевых мероприятиях ОДКБ, фактически вышла из организации. Сейчас в составе, помимо официального Еревана, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Белоруссия, Таджикистан. Но вот Армения также входит в состав СНГ и ЕАЭС. Но справедливости ради надо отметить, что между членами одной интеграционной организации конфликты происходили не раз. Один из самых крупных обострений между Кыргызстаном и Таджикистаном. Это произошло осенью 2022-го. Военные двух стран устроили в Баткенской области перестрелку. Конфликт продлился несколько дней, пока не был подписан протокол об установлении мира. По данным Бишкека, с кыргызской стороны погибли 59 человек, пострадали 140. Душанбе сообщил о 41 погибшем. Не всегда лидеры стран УДКБ придерживаются единых мнений по важным международным вопросам или политике друг друга. Так вот, например, Казахстан не признает независимость ДНР и ЛНР и выступает за немедленное прекращение военных действий в Украине, за мирные переговоры на основе устава ООН. Подсчитано, что если право нации на самопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав Организации Объединенных Наций, на земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квази-государственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. К другим темам. США предупредили союзников, что Россия может разместить ядерное оружие или макет боеголовки в космосе. Написали это на неделе Bloomberg и New York Times, чем переполошили всю международную информповестку. Газеты ссылались на источники, знакомые с ситуацией. По оценке Вашингтона, которую озвучили источники, Россия не планирует взрывать какое-либо орбитальное оружие в космосе. Однако существует риск аварии. В случае ядерного взрыва может пострадать около трети спутников, что приведет к сбою систем связи на Земле. В Москве отметили, что планов по размещению ядерного оружия в космосе у них нет. Насколько реальны эти громкие заявления? И что об этом пишет пресса? И, собственно, эксперты, что говорят, выясняла Айдана Карибжанова. Айдан, насколько я понимаю, размещение такого оружия незаконно, то есть нарушает международное право. Да, Руслан, по сути, размещение нарушает договор по космосу, который был принят в 1967 году. Его подписали США, Великобритания и СССР. Размещение ядерного оружия или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли и на любом другом небесном теле на станции запрещено. Но, как видится, речь тут даже скорее не в размещении, а в самой подготовке. Почему? Объясню в обзоре. Про угрозу ядерного оружия в мире заговорили громче два года назад, после начала войны России в Украине. В феврале 2024 года эта тема стала вновь самой обсуждаемой. Все началось с неоднозначных заявлений республиканца Майкла Тернера, главы Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США. 14 февраля он сообщил, что Комитет предоставил членам Конгресса информацию о цитата «серьезной угрозе национальной безопасности» и призвал президента Байдена разоблачить всю информацию, касающуюся этой угрозы. Эти заявления послужили началом целой волны публикаций в американских СМИ, в которых они пытались конкретизировать, о какой угрозе речь. Издание ABC заявило, что собранные США разведданные показывают, что у России могут быть планы по размещению ядерного оружия в космосе. Телеканал связал с этим и анонсированный ранее брифинг о серьезной угрозе нацбезопасности в Конгрессе США. По версии источников ABC, в разведданных, с которыми планируется ознакомить конгрессменов, говорится, что Россия хочет вывести в космос ядерное оружие с возможностью его применения против спутников. Ранее о том, что данные о серьезной угрозе могут быть связаны с Россией, также сообщали источники CNN. На неделе Bloomberg и New York Times, уже ссылаясь на свои источники, заявили четко речь об орбитальном ядерном оружии, которое Москва намерена установить в космосе якобы уже в этом году. Автор статьи New York Times напоминает читателям и о прошлогоднем докладе Центра стратегических международных исследований об оценке космической угрозы, где больше всего анализировались использование России и Украины оружия для противодействия спутникам. В докладе, опубликованном в прошлом году, подчеркивалась разработка России оружия для ослепления других спутников. Но отмечалось, что Россия воздержалась от использования всего спектра разработанных ею противоспутниковых возможностей. Размещение ядерного оружия в космосе стало бы значительным достижением российских технологий и потенциально драматической эскалацией. Договор о космосе запрещает ядерное оружие в космосе, но Россия выходит из многих договоров о контроле над вооружениями времен Холодной войны, рассматривая их как ограничение своего самого важного источника военной мощи. В Москве череду этих публикаций назвали тактическим ходом американского правительства. Пресс-секретарь президента Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Белый дом пытается использовать эту ситуацию, чтобы подтолкнуть Конгресс к принятию законопроекта о выделении финансовой помощи Украине. Напомню, законопроект уже набрал достаточное количество голосов в Сенате США и теперь должен пройти одобрение Палаты представителей, где по нему, по сути, много споров. При этом официальный ответ на эти заявления Москва не давала. Но днями позже российские СМИ выложили видео со встречи президента Владимира Путина с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Там, помимо основных военных вопросов, Путин отдельно отметил вопрос по ядерному оружию в космосе, обсуждение которого он назвал шумом Запада. Наша позиция ясна и прозрачна. Мы категорически всегда были против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе. Что касается космоса, то в космосе мы делаем только то, что есть у других стран, включая Соединенные Штаты. И, конечно, вы правы, они об этом знают. События уже набирают обороты, потому что американский президент Джо Байден поручил своей администрации вступить в прямой диалог с Москвой по этому вопросу. Госсекретарь США Интони Блинкин обратился к посредникам Китая и Индии с просьбой отговорить российское руководство от идеи размещения ядерного оружия в космосе. Но вот какие им будут предоставлены разведывательные данные, неизвестно. То есть в США доводы Москвы о том, что таких планов у Москвы нет, не воспринимают. Тут вспоминается ситуация двухлетней давности, когда Россия до последнего отрицала планы по введению войск в Украину. Многочисленные предупреждения о готовящейся операции публиковались западными СМИ с октября 2021 года, напомню. Что случилось потом и что происходит сейчас, мы все знаем. Что же указывают американские источники сегодня? CNN утверждает со ссылкой на якобы осведомленных лиц, что Россия разрабатывает ядерное космическое оружие, которое при взрыве может создать мощный электромагнитный импульс, способный вывести из строя огромное количество коммерческих и правительственных спутников, пишет газета. Собеседники издания уточняют, что электромагнитный импульс от взрыва может вывести из строя спутники, которые отвечают за мобильную связь, доступ к интернету, уничтожить группировки малых спутников, в числе которых Starlink, компания SpaceX, например, которая активно используется Украиной в конфликте с Россией. Более того, по данным издания, цитата «это не новая концепция, она восходит к концу Холодной войны». Но прогресса в этом деле Россия начала добиваться недавно. Вообще, размещение ядерного оружия в космосе – это нарушение договора о космосе, подписанного в 1967 году. Это одно из последних сохранившихся соглашений о контроле над ядерными вооружениями, в которых Россия принимает участие и не приостановила. Договор ограничивает использование Луны и других небесных тел только мирными целями и прямо запрещает их использование для испытания любого рода оружия, проведения военных маневров или создания военных баз, сооружений и укреплений. Эксперты, в числе которых, например, директор проекта по вопросам ядерного оружия Центра стратегических и международных исследований Хезер Уильямс, опасаются, что нарушение договора и размещение такой установки будет означать дальнейшее ослабление международного режима контроля над ядерным оружием. Эксперты, опрошенные немецким изданием Deutsche Welle, считают, что даже если оружие такого рода Москва устанавливать не собирается, то уже сама работа над подобным проектом может быть прежде всего рычагом давления в переговорах с Западом. По принципу оружие как угроза, которая так любит применять политики для ускорения разрешения ситуации в свою пользу. При этом есть версии, что речь может идти не об устройстве с ядерной боеголовкой, а с ядерным двигателем, что по сути меняет масштаб угрозы. Так, например, считает специалист по космической безопасности из Института ООН по исследованию проблем разоружения Альмудена Аскарат и Ортега. Россия, к слову, уже объявила, что построит космический аппарат с ядерным двигателем к 2025 году. Соответствующие работы заложены в проекте федеральной космической программы на 2006-2025 годы. Подытоживая, добавлю, что разработка неядерного противоспутникового оружия не запрещена. Одной из наиболее известных таких технологий являются противоспутниковые ракеты. Над ними усиленно работают и в США, и в Китае, и в России. Летом прошлого года США объявили о планах вывести на орбиту группировку спутников Silent Barker для поиска и отслеживания объектов в космосе и своевременного обнаружения угроз со стороны России и Китая. Двумя годами ранее Минобороны России объявила об испытании ракеты, которая сбила находившейся на орбите с 1982 года советский спутник «Целина-Д». Поэтому разработок военного плана для размещения в космосе достаточно. Другой вопрос, что официально о разработках ядерного оружия никто еще не заявлял. Вот такой неоднозначный на сегодня расклад, коллеги. Ну, думаю, все это продолжение будто бы, знаешь, такой масштабной космической гонки. Вот как во времена Холодной войны, но только тогда испытывались одноразовые противоспутниковые системы, то сейчас военных интересуют долгоживущие аппараты, чтобы, ну, как-то аккумулировать энергию годами, наблюдать за чужими спутниками при необходимости, сбивать их, возможно, что ли. И использование атомной энергии в этих целях обсуждается уже, на самом деле, не первый год, несмотря на огромные риски. Ну, и, видимо, не один год еще и будет обсуждаться. Да, что ж, Айдана, спасибо тебе большое за интересный обзор. Я напомню, это была Айдана Карибжанова с авторским обзором. Мы продолжим выпуск. Совет ЕС одобрил запуск военно-морской операции «Аспидес» в Красном море. Это значит, что в регионы, соседние с ним морские районы, будут отправлены европейские военные корабли и самолеты сопровождения, которые должны будут защищать передвигающиеся там торговые суда. Известно, что в миссии по защите торговых судов от нападений еменских хуситов примет участие немецкий фрегат «Гессен». Как пишет издание Deutsche Welle, поддерживаемые Ираном еменские хуситы регулярно атакуют беспилотниками и ракетами коммерческие суда в Красном море после нападения Хамас на Израиль. Мы не раз об этом здесь говорили. Хуситы объявили, что вступили в конфликт на Ближнем Востоке на стороне этой группировки. И вот Соединенные Штаты и Великобритания при поддержке союзников в середине января наносят массированные удары по объектам хуситов в Еменской республике. Европейский союз дал добро на эту миссию «Оспидес». Германия была одной из первых стран, которая сказала, мы будем там, если парламент даст свое согласие. Немецкий парламент даст добро на то, чтобы фрегат «Гессен» был готов выйти в Красное море. И речь идет не больше и не меньше, чем о защите основанного на правилах международного порядка, а именно международного права, свободы судоходства и безопасности на море. На этой неделе хуситы отправили судоходным и страховым компаниям уведомления о запрете для судов США и Великобритании ходить в водах Красного моря и Аденского залива. Как сообщает рейтерс в Сане, это столица Йемена, сформирован Центр координации гуманитарных операций для обеспечения безопасного и мирного прохода кораблей, не имеющих отношения к Израилю. На фоне атак стоимость нефти держится вблизи трехмесячного максимума. А тем временем ситуация в секторе газа только обостряется. На севере региона складывается катастрофическая гуманитарная ситуация. Согласно исследованию ЮНИСЕФ, основанным на последних данных, именно в этой части палестинского анклава каждый шестой ребенок в возрасте до двух лет страдает от острого недоедания. И ситуация будет еще ухудшаться. На этой неделе стало известно, что Всемирная продовольственная программа ООН приостанавливает поставки в северную часть сектора газа до тех пор, пока не будут созданы условия, которые позволяют ее безопасно распределять. Как заявили в международной организации, возить продукты в регион стало опасно. Голодные люди просто набрасываются на грузовики с продовольствием. Сотрудники миссии заявляют о фактах насилия. Люди в газе просто доведены до крайности. И физической, и моральной. Ранее представители ВОЗ, побывавшие на территории сектора, заявляли об ужасающей ситуации. «Мы хотим есть. Мы умираем от голода. Зачем кому-то подвергать себя риску смерти, приходя сюда? Это для того, чтобы накормить детей. Мы умираем от голода, и не остается ни еды, ни питья. В газе – голод. Почему один килограмм риса стоит 70 новых израильских шекелей? Здесь, на черном рынке. Муки нет. Мы едим корм для животных, чтобы не чувствовать голода». Накануне стало известно о том, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху представил документ о принципах управления сектором газа после завершения войны. Документ исходит из того, что Израиль одержит победу и установит контроль над территорией сектора. При этом Тель-Авив предусматривает, что израильские власти не будут осуществлять прямое управление в газе. «Управлять сектором должны палестинские официальные лица, не связанные со странами и структурами, поддерживающими терроризм». Это выдержка из документа. Эксперты пишут, что план вряд ли будет пользоваться международной поддержкой. Ряд его положений противоречит позиции Соединенных Штатов, которые настаивают на создании независимого палестинского государства, структуры которого и управляли бы в будущем сектором. Но, несмотря на это, США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН, требующую немедленного прекращения огня в секторе газа. В Вашингтоне предложили свой проект резолюции, призывающий к временному прекращению огня и освобождению заложников. Тем временем в Южной Корее тысячи врачей-практикантов в крупнейших больницах выходят на митинги в знак протеста против плана по приему большого числа студентов в медицинские вузы. Из-за этого сотни пациентов не могут получить должного лечения. Протесты начались в начале этой недели, и на сегодняшний день больше 10 тысяч врачей покинули свои рабочие места, вопреки распоряжению правительства о том, чтобы они оставались на работе. Но стоит отметить, что сейчас в Южной Корее находятся на лечении наши соотечественники. Сколько казахстанцев могут остаться без должного лечения, и как протесты в Южной Корее могут повлиять на рост цен на лечение в этой стране. Об этом и не только через несколько секунд в моей аналитике. Врачи в Южной Корее выходят на массовые протесты. Они выступают против увеличения ежегодной квоты в медвузы до 5000 мест. Чиновники же свою инициативу объясняют нехваткой кадров. Медработники заявляют, что это не решит проблему, а только скажется на их заработки. Тысячи младших врачей покидают свои рабочие места, и несмотря на то, что врачи-стажеры, которые массово увольняются сейчас из корейских больниц, представляют лишь небольшой процент от общего числа врачей в стране, они составляют большую часть персонала в учебных больницах. В некоторых случаях более 40% и играют ключевую роль в повседневной работе. Уволились уже почти 10 тысяч ординаторов и интернов, а пациенты не могут попасть на прием. Некоторые люди и вовсе находятся на грани жизни и смерти, потому что их попросту некому лечить. На лечении в Южной Корее находятся и казахстанцы. Сегодня мы поговорим с экспертом по зарубежному лечению Натальей Пан, чтобы узнать, а как лечиться тем казахстанцам, которые остались за границей на лечении, но лечить их теперь никто, возможно, не сможет. Давайте послушаем, что она нам рассказала. Исходя, например, из 2019 года, ежегодно посещали казахстанцы эту страну в размере где-то 8800 наших жителей. Конечно, после пандемии снизилось, но в 2023 году, по свежим данным, было определено, что это количество восстановилось. Я могу лишь только предполагать, что где-то, может быть, 700-800 казахстанцев сейчас на территории Южной Кореи проходят лечение и диагностику. Отчасти мы уже наблюдаем тревожность у людей, у иностранных пациентов в особенности, потому что некоторые прилетели туда целенаправленно на проведение операции и вынуждены были отложить. Но в целом ситуация стабильная, она спокойная. Правительством регулируется эта ситуация. И я не думаю, что сильно это отразится. Я думаю даже, что в ближайшие дни эта ситуация уже разрешится. Казахстанцы проходят плановое обследование. Единственное, некоторые из казахстанцев, которые запланировали свою операцию, но в нашей практике всего лишь один такой случай. Когда отменили операцию, но сейчас решается этот вопрос, либо передвигают дату, либо перенаправить в другую клинику. Поговорим еще немного о цифрах. Число врачей в Южной Корее одно из самых низких среди развитых стран. Всего 5 специалистов на 2000 человек. При этом зарплаты у корейских врачей одни из самых высоких в мире. Ожидается, что к 2035 году стране на фоне старения населения будет не хватать 15 тысяч медиков с высшим образованием. Увеличение числа выпускников медвуза в будущем приведет к ее снижению, так как конкуренция вырастет. Это беспокоит протестующих сейчас интернов. А вот нас на сегодняшний день беспокоит то, как все эти события в Южной Корее повлияют на доступность лечения казахстанцев в будущем. Если врачи массово увольняются, значит будет нехватка кадров. И, соответственно, поднимутся цены на лечение уже сейчас. Но так ли это? Давайте послушаем. Трудно сказать о каких-то точных прогнозах. Все зависит, конечно, от решения правительства, от конкуренции, которая сложится между медицинскими сотрудниками внутри Кореи. Возможно, будет какое-то незначительное увеличение, но я не думаю, что сильно будет разниться цена до и после забастовки. Потому что уже сегодня поступила информация, что правительство даже грозится тем сотрудникам, кто самовольно не вышел на работу, либо написал увольнительную, лишать лицензии. То есть я думаю, что правительство Кореи, они очень серьезно настроены против такого протеста. И ситуация урегулируется. Одно известно точно и уже прямо сейчас. В пяти крупных больницах Сеула перенесли или отменили плановые операции из-за забастовок врачей. Чтобы справиться с потенциальными перебоями в работе системы здравоохранения, правительство продлило часы работы в государственных больницах и открыло отделение неотложной помощи в военных госпиталях. Министерство здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи приказало бастующим врачам-стажерам вернуться на работу, но безрезультатно. Позже правительство пообещало добиться ареста тех, кто возглавляет забастовку. С призывом к медикам прекратить забастовку обратился и президент Южной Кореи. «Врачи, стажеры и студенты медицинских вузов не должны предпринимать коллективные действия, беря в заложники жизни и здоровья людей», – сказал он. Это была дословная цитата. И да, здесь нельзя не согласиться. Надеемся, что профессиональное мнение нашего эксперта о том, что нехватка медицинских кадров Южной Кореи из-за массовых протестов врачей не скажется на оказании медицинской помощи для пациентов из Казахстана и не только, действительно окажется реальностью. И прямо сейчас о других событиях в мире коротко. Грузовое судно снесло часть моста в китайском городе Гуанчжоу. Капитан не смог провести его в узкий проход между пролетами, в результате чего транспортное средство влетело в одно из оснований. Известно, что пять человек погибли, и еще трое числятся пропавшими без вести. Спасательные работы продолжаются уже несколько дней. На индийском горнолыжном курорте Гульмарк при исходе лавины погиб лыжник из России, и еще шесть человек пострадали. Известно, что местные власти накануне выступили, выпустили лавинное предупреждение, однако любители зимнего спорта предпочли рискнуть, поскольку ранее погода не позволяла кататься в Гульмарке два месяца, там была засуха. Большой пожар охватил 14-этажное здание в районе Белл в Валенсии. Согласно информации испанских СМИ, огонь возник на одном из первых этажей, но быстро распространился по всему фасаду. По меньшей мере, 20 человек, в том числе 6 пожарных и маленький ребенок получили ранения, 5 человек погибли. Более 20 пожарных бригад боролись с огнем. Причины возгорания пока не изны, но в стране уже звучат вопросы о материалах, использовавшихся при строительстве здания. В Синьцзяне, западном регионе Китая, ударили рекордные холода. Температура опустилась до минус 52 градусов, побив 64-летний рекорд для этого региона. В юго ледяной дождь и глубокие заморозки усложнили передвижение по стране. Транспортные средства задерживаются на ЖД и автодорогах. Национальный метеорологический центр Китая обновил предупреждение максимального оранжевого уровня в связи с похолоданием в большинстве регионов КНР. И напоследок. Первый пациент с вживленным мозговым чипом способен управлять компьютерной мышью силой мысли. Об этом рассказал Илон Маск, владелец компании, которая и разрабатывает, и вживляет чипы в мозг человека. По словам Маска, первый подопытный полностью оправился после операции и уже демонстрирует результаты. Теперь в планах попытаться добиться от пациента как можно большего количества нажатий кнопкой. О том, что компания Neuralink проводит подобный эксперимент, стало известно 30 января. Тогда неизвестному человеку был впервые имплантирован чип от Neuralink, позволяющий управлять цифровыми устройствами силой мысли. Сам чип получил название телепатии. Устройство позволяет управлять телефоном или компьютером. А через них практически любым гаджетом, просто подумав. Первыми пользователями и станут люди с инвалидностью, которые нуждаются в подобных устройствах. К слову, технологические достижения Маска и его любовь к свободе слова стали основанием для выдвижения его в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира. В случае чего соперники у Маска будут сильны. Известно, что среди них Папа Римский, генсек НАТО и глава ООН, а также экс-президент и, возможно, еще будущий президент США Дональд Трамп. Слушай, ну и компания. Представь, если всем этим вышеперечисленным людям еще и чип в мозг вживить. Мне кажется, картина будет. Мир изменится. Ну да, через 10 лет, мне кажется, у каждого из нас будет это. Что ж, не исключено. Это были главные события уходящих 7 дней, о которых мы успели вам рассказать на сегодня. Все. Мы же увидимся в следующую субботу, как всегда, на телеканале Атамикин Бизнес в 20.00. До свидания, берегите себя и хороших выходных. Субтитры сделал DimaTorzok